Северо-Казахстан 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 Продолжение следует... 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 И за истекший период 2016 года в адрес управления поступило 194 заявлений от работников предприятий о нарушениях срока выплаты заработной платы. По всем были приняты меры оперативного реагирования и защищены их конституционные права. За допущенные нарушения все 194 работодателя не привлечены к административной ответственности на общую сумму 35,4 миллиона тенге. Необходимо здесь отметить, что в случае неисполнения работодателями предписаний, которые выдали наши государственные инспекторы, вот именно в части погашения заработной платы за должности, государственным инспекторам труда делегировано право проведения контрольных проверок по исполнению выданных предписаний. Так, за 12 месяцев 2016 года государственными инспекторами труда было проведено 25 контрольных проверок по исполнению предписаний в части погашения за должность по заработной плате. Но я все 25 не хочу себе называть, это по времени, то вкратце хочу отметить самые крупные компании, которые были проведены контрольные проверки, которые имели задолженность по заработной плате, это все ТО компании, ТО, то есть Кансам, ТО Универсал Север, Севка Стас, Краснокиевка, ТО Колос, Ступинка Агра, Кайран Колястр, ТО Аймах, ТО Николаевский ХБП, ТО Сервис, Внедрение и другие. Судебными органами за неисполнение предписания вышелказанных предприятий были привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа на сумму 4,1 миллиона тенге. С начала 2017 года нами была проведена проверка 143 предприятий организации области, при этом было выявлено 226 нарушений трудового законодательства, работодателям ввода на 110 предписаний об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 66 должностных и юридических лиц на общую сумму 9,9 миллиона тенге. За нарушение трудового законодательства именно в области своевременной выплаты заработной платы к административной ответственности привлечено 5 юридических лиц на общую сумму 900 тысяч тенге. С начала года на предприятиях области произошло 20 несчастных случаев, при которых пострадало 23 человека. Общее количество пострадавших по степени тяжести, 2 случая это со смертельным исходом, 4 это тяжелой степени тяжести, 7 средней степени тяжести и 10 легкой степени тяжести. И эти же несчастные случаи, они также расследованы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По состоянию на 1 мая текущего года на предприятиях области было заключено 3743 коллективных договоров. Это составляет 94% от действующих предприятий области. В соответствии с поручением Акима области Аксакала Кумар-Гибаевича, особое внимание в текущем году нашим управлением будет уделено внимание особое. Это приведение предупредительно-профилактической работы в сфере трудового законодательства. И в соответствии с данным поручением управлением определены три основные задачи. Это как бы задачи и работы управления на этот год. Первое. Это недопущение роста социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов. Для достижения поставленных задачей будут приняты следующие меры. Это осуществление государственной контроли в сфере трудового законодательства на основании проведения у нас выборочных и неплановых проверок работодателей. Усиление взаимодействия исполнительных органов и органов комитета национальной безопасности, прокуратуры, внутренних дел, в части оперативного обмена информацией по вопросу невыплаты заработной платы и принятия незаметных мер реагирования. Проведение мониторинга предприятий, где будут зафиксированы факторы, способствующие дестабилизации ситуации в трудовой сфере. Вторая задача. Это снижение уровня производственного травматизма на предприятиях и организациях области. Для этого будут приняты меры. Это выявление нарушений норм безопасности охраны труда, проведение анализа причин производственного травматизма, проведение аттестации производственных объектов по условиям труда, проведение государственными инспекторами труда, приемки экзаменов по вопросам безопасно-охраны труда у ответственных лиц работодателей. И третья задача. Это повышение правовой грамотности работодателей, работников по вопросам трудового законодательства и безопасности охраны труда. Планируем проведение в районах и городе Петропавловске 20 выездных семинаров совещаний, именно по разъяснению норм трудового законодательства, проведение 150 лекций семинаров в ходе проверок ободатателей и несчастных случаев на производстве, и размещение 20 видеороликов или видеоматериалов на телеканалах области и информационных статей в печатных средствах массовой информации. И ежедневный прием граждан с оказанием консультативной помощи. Эту работу мы проводим, и в этом году эта работа будет и продолжена. Работа по защите конституционных прав граждан именно в сфере трудового законодательства находится на постоянном контроле, она будет и продолжена в этом году. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова